всех приветствую в этом видео хотел бы рассказать как очистить дроссельную заслонку на примере двигателя 1.8 TFSI это видео будет также полезно для владельцев skoda octavia volkswagen passato в общем у кого с такой же двигатель установлен единственное отличие то что здесь парадольное расположение двигателя там будет поперечная также буду адаптировать эту дроссельную заслонку через vacuum vcds вот для того чтобы ее снять нужно сначала открутить крепление патрубка далее снять коннектор и открутить 4 крепления дроссельной заслонки к пустому коллектору кто-то говорит что нужно еще прокладку менять который вот зеленый торчит но я лично этого не буду делать просто посмотрю чтобы она ровно туда встала ну что ж приступим берем шлицевую отвертку и ослабляем этот хомут я могу предположить что эту процедуру до меня тут никто не делал интересно посмотреть в каком состоянии будет дроссельная заслонка что же этого достаточно снимать патрубок так опять он не лезет придется остановить запись чтобы двумя руками подлезть на самом деле пришлось повозиться патрубок такое ощущение что ни разу не снимали он очень трудно сладко лазит пришлось воспользоваться немного смазкой и все теперь здесь вот такое крепление патрубок сухой здесь какие-то есть непонятные волосы в общем отводим патрубок в сторону потом очистить от смазки нужно это дело лишнее удалить отключаем коннектор ну тоже никто не отключал нужна плоская отвертка тоже на него капнул смазки немножко надеваем и тоже будет сейчас пойти сейчас утащим так вот тут я чувствую щелкнул но он не слезает в общем сюда отвертку вставляете немножко поднимаете язычок и он должен отщелкнуться все разъем снят целый не сломанный теперь нам остается открутить четыре крепления на торг т30 они расположены по по квадрату камер не подлезть 1 2 3 4 в общем в общем как то так сейчас буду пробовать подлезть трещоткой гибким удлинителем все четыре болта откручены до четвертого последнего прям просто на ощупь и они кстати были закручены вообще вообще как выше без момента теперь снимаем зато здесь этот дроссельный узел снялся вообще элементарно без усилий так он про ту зеленую прокладку я говорил позже и и покажу теперь перейдем к осмотру дроссельные заслонки нагар есть но не такой сильный ну как бы все равно почистить рекомендуется так артикул на всякий случай вот с этой стороны все чисто это немножко вольяры ну что ж теперь опять чистим лаврам все уже не первый раз им делаю принципе нормальная дешевая и удобный очиститель все теперь ощущаем и все собираем обратно их адаптируем чистим дроссельную заслонку примерно такого состояния не забывайте чистить края самой дроссельной заслонки очищаем посадочное место смотрим чтобы прокладка вот это вот зеленая была ровная и прикручиваем все обратно теперь покажу процесс адаптации дроссельной заслонки включаем зажигание то есть на тормоз не нажимаем чтобы двигатель не запустился в принципе процесс адаптации не обязателен но если у кого-то есть шнурок то в принципе можно сделать все включение зажигания выбираем модуль двигателя 01 первый самый двигатель и здесь нам потребуется базовой установки 0 4 здесь ищем самый последний пункт тэд раут был в адаптейшн нажимаем гул вот он запущен ждем окончания все финишит correctly это значит что все правильно все хорошо все работает все прям огонь если здесь какая-то ошибка то нужно разбираться либо с проводкой там что-то либо заклинило наверно брусильную заслонку нажимаем down go back все можно пробовать запустить двигатель первый раз нажимаем тормоз омывающих закончилась двигатель работы достаточно ровно стрелка не скотчет ну что ж процесс чистки дроссельной заслонки из трех автомобилей которые уже делал самый трудный на а4 из-за того что труднее всего подобраться к болтам и за расположение этой дроссельной заслонки а так в принципе полчаса и все и сервис ехать не нужно обязательно смотрите комментарии описание к видео там возможно будет полезная информация а так спасибо за внимание подписывайтесь ставьте лайки всем пока